Можно ускорить рассмотрение только определенного типа петиций. Почему не для всех, но ресурсы иммиграционной службы тоже ограничены. Получается, что многие не могут работать, пока они находятся в процессе ожидания. Если у нас не хватит ресурсов, мы вам вернем деньги, потому что не выполнили эту работу. Просто, чтобы кинуть мячик на наше поле. Добрый день, меня зовут Екатерина Муратова, я иммиграционный адвокат в Соединенных Штатах. Иммиграционная служба США объявила, что они расширят категорию дел, за которые можно будет заплатиться ускоренное рассмотрение. Ускоренное рассмотрение называется премиальный процесс. В данное время можно ускорить рассмотрение только определенного типа петиций. В основном это рабочие инвесторские петиции, стоимость 2,5 тысячи долларов. И в этом случае иммиграционный департамент рассмотрит в течение 15 дней. В обычном порядке сроки рассмотрения сейчас год-полтора и далее, очень-очень длинные. Проблема и жалоба многих людей заключалась в том, что за какие-то петиции люди хотели бы заплатить за ускоренное рассмотрение, но нет такой возможности. Поэтому отличные новости, что возможность такая появится, в этом видео я расскажу для каких петиций. Опять, не для всех петиций. Почему не для всех? Но ресурсы иммиграционной службы тоже ограничены. Они хотят создать себе дополнительный заработок, так как это хозрасчетная организация. В то же время они не могут так вот быстро расширить свои ресурсы. Соответственно, не на все можно подавать премиальный процесс, но на ряд петиций. Сразу замечу, что новые петиции, которые подходят под премиальный процесс, будут публикованы на сайте USCIS, начиная уже с 1 июня этого года. Но они будут приниматься в инкрементах. То есть USCIS будет постепенно добавлять, добавлять, добавлять те петиции, которые я сейчас озвучу. А не в один день сразу можно будет подавать любую из этих петиций. Давайте начнем с того, какие петиции на данный момент можно было подавать по ускоренной программе, заплатив за это 2,5 тысячи долларов. Это петиция I-140, иммиграционная петиция в категориях «Люди с экстраординарными способностями» и B1A и B1B для профессоров и научных работников. И B2B для людей с образованием выше, чем бакалавриат, но не для тех, кто просит National Interest в Айваре, то есть только через обычную стандартную рабочую иммиграцию B2. И B3, тоже иммиграционная петиция на основании трудоустройства. За них можно было заплатить за ускоренное рассмотрение. Также неиммиграционные визы – это категории рабочих неиммиграционных виз и HLOPQTN и R – религиозные визы. Это что есть на сегодняшний день. Начиная с 1 июня этого года, уже буквально через 2 недели с момента записи этого видео, добавятся дополнительные петиции. Стоимость и сроки рассмотрения премиального процесса будут разные. Здесь уделите внимание. Форма иммиграционная петиция I-140 в категории EB1C – это для менеджеров, экзекьютивов международных корпораций. И иммиграционная петиция в категории EB2 – National Interest Waiver. Они дополнены в список петиций, которые подходят под ускоренное рассмотрение. Стоимость ускоренного рассмотрения будет 2500, но сроки этого ускоренного рассмотрения 45 дней. То есть не 15 дней, как сейчас для ряда петиций, эти петиции будут дополнены. Стоимость такая же, но сроки рассмотрения 45 дней. Намного-намного лучше, чем в обычном порядке. В обычном порядке на сегодняшний день это больше, чем год. Следующая категория заявлений, которая будет добавлена в список премиального рассмотрения, это заявления на изменение статуса в США, но только на определенный статус. У нас студенческий, это F1, F2, J1, J2, M1, M2 и рабочий инвесторский неиммиграционный статус E1, E2, E3, H4, L2, O3, это для супруг и зависимых членов семьи, тех, кто находится на L1, O1, P4 и R2. Если человек-заявитель хочет ускорить рассмотрение этих заявлений, стоимость будет $1,750, $1,750, срок рассмотрения 30 дней. Также, что очень-очень важно для многих наших зрителей, будет, наконец, возможность ускорить рассмотрение заявлений на продление разрешения на работу в США форма I-765, стоимость ускорения $1,500, сроки рассмотрения 30 дней. Сейчас практически катастрофическая ситуация с продлением разрешения на работу, так как иммиграционная служба не справляется с тем, чтобы вовремя рассматривать заявления и выдавать новые разрешения на работу людям. И получается, что многие не могут работать, пока они находятся в процессе ожидания. Соответственно, для многих людей выгодно заплатить дополнительно $1,500, чтобы получить свое разрешение на работу в течение 30 дней, а не в течение года, как это сейчас происходит, и не потерять свою работу и возможность зарабатывать себе на жизнь в Соединенных Штатах. Это отличная-отличная новость. Сроки рассмотрения, которые я сейчас назвала 15 дней, 45 дней, 30 дней, что это значит? Это значит, что иммиграционный департамент должен рассмотреть заявление и вынести решение, которое может быть да, нет, одобрение, отказ или запрос за дополнительными доказательствами. В случае запроса за дополнительными доказательствами срок рассмотрения останавливается. После того, как заявитель и его адвокат предоставляют ответ с этими дополнительными доказательствами, у иммиграционной службы срок на рассмотрение начинает идти заново. То есть 15 дней начинает идти заново, 30 дней начинает идти заново. Иммиграционная служба также оставляет за собой право вернуть эти экстра заплаченные деньги в случае, если они не в состоянии рассмотреть заявление в ускоренном порядке. То есть они не гарантируют, что абсолютно при любых обстоятельствах они рассмотрят заявление, если им за это заплатили. Нет, они говорят, вы можете заплатить, если у нас не хватит ресурсов, мы вам вернем деньги, потому что не выполнили эту работу. Однако я хочу вам сказать, что на моей практике ни разу не случилось, что иммиграционный департамент вернул деньги. Наоборот, у меня и у моих коллег пошла такая тенденция, что когда мы подаем рабочие иммиграционные петиции, платим за ускоренное рассмотрение, иммиграционная служба высылает стандартный под копирку, написанный запрос за дополнительными доказательствами, просто чтобы кинуть мячик на наше поле. Что, мол, окей, пока вы там составляете ответ, у нас еще будет время, а как вы ответ вышлите, мы тогда сразу уже дадим вам решение. То есть, ну, это тоже мы заметили такую тенденцию тянуть время, нежели выносить решение в эти сроки. Но деньги не возвращают, и это тоже на самом деле положительный элемент, потому что для большинства моих клиентов они хотят, чтобы их петиции рассмотрели. Они вернули им деньги и сказали, ждите еще год. Как я сказала, возможность подавать дополнительные категории дел в ускоренном порядке появится 1 июня, будет вводиться инкрементально. Следите за сайтом ЮСИАЕС, на котором будут опубликованы все новости. Ну и, конечно, если вам нужны юридические услуги, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok